всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя если вы здесь впервые друзья пожалуйста не забудьте подписаться оценить это видео непременно и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать мои загрузки я загружаю часто раз в неделю те на самом деле на той неделе было меньше видео чем обычно это потому что потому а почему я объясню это все во влоге который я снимаю сейчас в эти дни точно так же поэтому потом вы все увидите значит смотрите друзья праздник-то какой детства валентина и сердце мое горит ярче тем обычно потому что батарейки поменяли так значит смотрите сегодня тестируем мейкап очень всего интересно много разные бренды а вы пока расскажите пишите как вы отмечаете отмечаете ли вы вообще или этого вообще для вас ничего не значит этот праздник пишите 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 итак начинаем мы всегда с парфюмов и первые это классика от бренда dior мисс dior но не обычная версия а двумя букет цветущий букет это туалетная вода друзья этот парфюм сейчас будем нюхать удивляться но я вам хочу сказать что по моему насколько я знаю вы изъяли из производства поэтому если вам нравится парфюм пожалуйста поторопитесь потому что есть такая вероятность его будет сложно найти и может быть даже по завышенной цене и так мисс dior blooming букет у меня кстати сегодня аромат дня тоже от dior мисс dior но просто мисс dior как бы версия 2017 года вот сейчас я ее как бы ношу и пытаюсь понять нравится она мне или нет итак blooming букет написано что это аромат с нотками розы я не люблю нот розы они вот тот который на мне с нотками розы я до этого просто буклет тоже смотрела это написано пион роза пергамот и белый мускус короче это свежий цветочный аромат должен быть да этот аромат друзья мои неплохой но как и все мисс dior я скорее всего не стала бы покупать в большом варианте он слишком я не очень люблю сильно цветочные ароматы эти цветочные такие прям супер женские женственные ароматы поэтому немножко не моё но тем не менее я не могу не признать что аромат хороший и он многим придется по вкусу более того случилась смешная ситуация девочка моя знакомая купила себе духи вот именно вот эти даты блумбукей большую бутылки и это было несколько месяцев назад и а ей очень нравится аромат то есть а вот мне как бы нет вот интересно потому что я как раз проводила там опрос вот эти все по парфюмерии и насколько это все-таки меня каждый раз удивляет какие у нас нас и у всех разные да то есть как бы она купила я вам ей настолько нравится что она купила его в большом варианте а мне он нравится меньше чем остальные мисс dior вот так я вам скажу пишите если у вас он что вы о нем думаете да этот этот сейчас я снова его понюхала он на третьем месте после вот мисс диоровских ароматов блумбукей на третьем месте у меня дальше продолжаем узнавать бренд комодити в этот раз это запах бергамот я бергамот обожаю обожаю цитрусовые ароматы на лето они просто идеальные и комодити . хороший инди бренд у них цены нормальные для инди бренда дорого конечно но и качество хорошее правильно поэтому решать вам ноты главный бергамот пачули и ветивер топ ноты итальянский бергамот бразильские бразильская зелень мандариновое масло масло клементина средние ноты жасмин египетский масло египетского деревянем все такой герань да и база ноты масло пачули масло ветивера мускус и фиалка слушайте друзья запах под названием бергамот очень много всяких нот и прям таки даже не знаю я бы хотелось бы просто бергамотом пах если честно и не точно не жасмином так прызгаем сейчас будем выяснять когда дело идет о комодити вот этот вот бренда у меня уже есть один аромат от них в списке вышлис то есть так называемых хотелки один аромат у меня точно от них есть мы с вами его пробовали в точно также все форские за тестах и это на аромат под названием вельвет очень крутой он по у на самом деле вы удивитесь это аромат с лодками розы но я розу по минимуму ощущает из для меня это не роза он на мне пахнет как жвачка вот что-то типа джуси фрут вот и очень стойкий очень крутой аромат поэтому я надеюсь его как-нибудь приобрести сразу до дороговато конечно стоит поэтому ждем 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 итак бергамот очень хорош друзья бергамот но такой теплый теплый летний вечер вот так я его характеризую очень хороший на 80 процентов бергамот и немножечко там какие-то другие но тоже конечно присутствует но друзья сусти я не за все все ароматы под названием бергамот которые когда-либо тестировал других брендов тип там лилобо да вот это не в то же есть бергамот 22 мне все нравится бергамот ателье колон бергамот поэтому я бы удивилась если помню не понравился зачет итак у меня кое-что нанесено на лицо но сейчас мы будем пробовать первый продукт и я прям вся подкушение это продукт от бренд наташи да но она наша любименькая и это блаж до то есть это здесь хайлайтер и румяна в цвете это палетка номер 13 называется и значит нот ноты говорю так сейчас дать я гляну golden карибин ту ту интересно который из них который короче выглядит это вот так вот хайлайтер и румяна я знаю что румяна и хайлайтер у наташи донона безусловно великолепны единственное что вот этот хайлайтер он немножко такой теплый и мне кажется сейчас у меня не сильно подойдет то мы все равно попробуем давайте я сводч сделаю румяна я от него пробовала и они просто шикарные так и хайлайтер ага кстати говоря он не такой уж и вот видите он очень-очень натурально вот он его даже и не видать практически поэтому я думаю все хорошо должно подойти сначала мы тогда румяна нанесем так поехали я не могу разобраться какой из них как цвета называется очень понятно но в любом случае так так румяна нанесены как всегда великолепие сплошное хотя этот цвет выглядит сильно таки пигментированным таким немножечко у меня даже возможно смущал до в какой-то степени потому что я думала что он будет слишком яркий для нас для моего типа кожи потому что у меня все очень светлая кожда но вы сами видите что вообще никаких проблем все растушевалось прекрасно и мне этот цвет очень-очень понравился теперь давайте попробуем хайлайтер он вот так вот по сводчу он просто невероятно какой-то натуральный поэтому давайте посмотрим как он себя покажет на лице да красиво еле-еле заметно то есть если вы не любите кричащий хайлайтеры то этот будет просто идеален идеален так и на носик обязательно да вау какая красота просто очень натурально получилось и кстати говоря он не сильно таки опять же меня смущало что немножко такой теплый до золотой когда лето больше таки подходит согласить цвета но вот сейчас вот я смотрю вас тут смущает меня нет мне кажется он абсолютно как бы подстроился под цвет кожи и он абсолютно не желтит и при этом я вижу как он придал блеск носику например шикарно слушайте хороший набор я уже не первый раз пробую мы с вами вернее вместе пробуем продукты для для лица пудровые от наташи донона и не только пудровые кстати говоря румяна хайлайтеры я вам сильно рекомендую кстати говоря если вы сейчас в канаде живет то или может быть в америке насчет америки я не уверена но у нас на канадской сифории сейчас очень много наташи донона на распродаже поэтому я видела кстати по моему какие-то румяна тоже на распродаже сейчас присмотритесь за пол цены друзья просто очень хороший хорошая выгода потому что качество у нее отменное все сделано в италии все просто как говорится поцелуй повара шеф скис да так идем дальше следующий продукт будет от it cosmetics и он называется brow power этот у меня в цвете universal top то есть универсальный цвет который якобы он должен подходить абсолютно всем да у меня брови как видите темные можно сказать черные поэтому сейчас мы будем это уже сами определять с этой стороны щеточка очень удобно а с этой да в принципе такой коричневый карандаш вот он о его не надо точить он как бы сам выдвигается сделан кстати говоря в корее так сейчас я быстренько нанесу его это вне камеры чтобы это неинтересно и я вам скажу что я думаю по поводу этого карандаша он продается на сифоле все ссылки будут под этим видео все поехали так значит смотрите брови нанесены очень удобен в использовании он такой сухенький сухенький то есть мне нравится больше такая формула потому что когда речь идет о кремовых карандашах сильно когда кремовые да они начинают везде мазаться и с ними тяжелее работать хорошая щеточка для прочёсывания сути цвет действительно мне подошел я бы не сказал что на сто процентов но как говорится универсальный тоуп он должен по идее блондинкам подходить поэтому как бы я считаю что это успех очень хорошо и вот прям таки быстро я все сделала безо всяких проблем и так вот это не продукт точно так же понравился так идем дальше помните я докупала докупал в ипси вот эту вот палетку от бренда худо бьюти это у нее вот эти вот но 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 относительно новая хаки ой фу хейз коллекция этот конкретно палетка в цвете хаки или как по-английски здесь говорят как и так сейчас вам покажу как она выглядит будем ее вместе с вами тестировать я вообще люблю формулу худо бьюти но дело в том что в маленьких палетках иногда бывают косяки поэтому сейчас мы посмотрим с вами мне кажется это все если честно вот эти вот шиммер на это нам топера скорее всего любят очень в последнее время топера все делать поэтому я не уверена но сейчас я соображу какой-нибудь образ на глаза отпишите если у вас это палетка буду вам показывать и так как это повседневные таки цвета хорошие мне кажется вообще никаких проблем не возникнет в плане выбора образа до цветового решения вот поэтому поехали я думаю что мы начнем с этого цвета в складку века а вот вот и вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие цвета коричнево-зеленовато, они очень хорошо подходят к серо-голубым глазам, мне всегда нравится. Короче, друзья, палетка на самом деле... Она такая нормальная, неплохая, но и ничего вау в ней, конечно, нет, поэтому ни за что не покупать ее за полную цену, только на распродаже, что я и сделала. И рада этому, потому что вроде как все и неплохо, но что-то не хватает немножечко, поэтому один там цвет вообще был абсолютно никакой. И такая тенденция есть, к сожалению, у Huda Beauty вот в этих маленьких палеточках, у нее не все как бы... Вот 9, например, тенюшек и, по крайней мере, один, как правило, бывает какой-нибудь... Как-то сказать, несовершенный, в общем, так это назовем, мягко. Вот, поэтому будьте осторожны с этими палетками, но вообще, в принципе, они в целом хорошие, неплохие, но вот эта конкретно палетка где-то на... Не знаю, на 3-3,5... Ничего такого нет особенного. Так, дальше. Последний продукт, который будем пробовать, это, конечно же, Nars, мои любимые карандашики для губ. Это у меня в цвете 24-85 Good Times называется. Я люблю очень эти карандаши и вам советую. Смотрите, какой красивый нейтральный цвет. Совпадает должен цвет с... И он абсолютно точно совпадает с... Вот этой штучкой, да, с кончиком. У меня есть несколько карандашиков в этой серии, и даже несколько у меня заканчивались когда-то в прошлом. У меня какие-то там бордово-красные цвета. И каждый раз, когда я ношу эти карандашики, всегда получаю комплименты. Они очень хорошего качества. Единственное косяк, их надо точить, друзья. Это просто меня каждый раз бесит, потому что если бы они их сделали вот так вот, их можно было выворачивать, да, гораздо было бы лучше, и у меня бы рука к ним чаще тянулась. Итак, давайте попробуем этот цвет. Сейчас я его нанесу. Вот так вот просто на первый взгляд. Очень-очень красиво. И будем делать выводы. Очень красивый цвет. У этого карандаша конкретно совершенно идеально подходит. Под наш с вами образ, который на глазах получился. Да, такое все в одной гамме цветовой. Также присмотритесь, друзья, очень хорошие карандашки от бренда NARS. Они как бы, у них матовый финиш, да, матовый эффект, но они при этом не сильно сушащие, поэтому одни сплошные плюсы. Итак, друзья, давайте делать выводы. Во-первых, обожаю продукты от Наташи Денона, ее тени, конкретно вот этот вот продукт мне понравился. То есть, румяна, хайлайтеры, отлично. Дальше, очень приятно удивлена It Cosmetics, вот этот вот продукт для бровей. Brow Power, зачет. Дальше, вот эта, конечно, палетка немножко все-таки меня разочаровала, чуть-чуть подкачала, но, в принципе, получилось неплохо. И я еще обязательно с ней поиграю, как говорится, да, поэтому не будем ставить на ней крест. Ну и шикарный совершенно цвет от NARS, вот этот вот карандаш для губ. Это, еще раз напомню вам, называется Good Times, и этот номер, господи, так, если вы захотите, да, 24,85. Так, духи. Miss Dior Blooming Bouquet, хороший, но не мое, цветочный. А вот бергамот от Commodity мне до сих пор нравится, и он точно так же хорошо пахнет цитрусом, бергамотиком. Все, как я люблю. Так, друзья, не забудьте подписаться, потому что я такие видео снимаю регулярно, практически каждую неделю. Оставайтесь в нашей замечательной компании. Еще раз поздравляю вас с праздником, и будем прощаться. Но увидимся, я надеюсь, очень-очень скоро. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok